Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 78. Это и другие наши беседы проходят в актовом зале Срединско-духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру. 78-й Псалом – это всенародная молитва, плач Израиля о военном поражении, разрушении Иерусалима и осквернении храма. Некоторые считают, что, как и 73-й данный Псалом, молитва о национальной катастрофе имеет в своей основе вторжение вавилонян в 587 году Дорожства Христова. Псалом начинается с описания опустошения храма и превращения Иерусалима в развалины. Затем следует просьба к Богу остановить гнев, изливаемый на свой народ, и направить его на народы, которые не знают Бога. Псалом заканчивается обещанием овечек Божьих славить его в род и род. Второй и третий стихи данного Псалма цитируются в первой Маковейской книге как записанное слово, как слово начертанное, писанное. Но цитируются в Маковейской книге они в совершенно другой перспективе. Ал-Ким, первосвященник из рода Араона, пришел в Иудею с сирийскими войсками и в один день убил 70 хасидеев, представителей благочестивой партии израильтян. В первой Маковейской книге описывается оскоренение храма, подобное тому, что было при нашествии вавилонян. Но в данном случае первосвященник стоит не на стороне Иуды, а на стороне иностранных поработителей. Поэтому мы не можем сказать, что в данном Псалме есть какая-то редакция времен Маковеев. Скорее наоборот, книги Маковейские просто цитируют в своем собственном контексте стихи более древнего 78-го Псалма. Рассмотрим детальнее его содержание. Первые четвертые стихи описывают вторжение языческих народов в землю, данную Богом своему народу. Святой храм был осквернен присутствием в нем неевреев. Город Иерусалим превратился в груда развалин, а население его было зверски убито. Не было никакого уважения к человеческому достоинству, которое обычно выражалось хотя бы в опостении к обряду погребения, в пристойных траурных обрядах. Описанные в втором стихе ужасы вполне могли быть исполнением того предупреждения, того предупреждения, о котором когда-то говорил Моисей. «Если же не будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все его заповеди и постановления его, то предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их». То ужасное, самое ужасное, что все это стряслось с наследием твоим, святым храмом твоим, рабами твоими и святыми твоими, согласно данному псалму. В других псалмах сказано, что Господь слышит своих святых, душ рабов своих избавляет, и никто из уповающих на него не погибнет. Здесь же все наоборот. Боль, выраженная в первом слое псалма «О Боже!», свидетельствует о глубокой трагедии, которая затронула чувства верующих до глубины души. Если псалм является ответом на разрушение Иерусалима вавилонянами в 587 году, значит, речь идет о самом главном месте поклонения Богу израильтянами, центральном и единственном месте для совершения богослужений Всевышнему. Народ Божий снова лишился свободы, земли, подаренной ему Богом, место, где можно было ему поплакаться в беде. То, что евреи считали своим уделом, наследством, теперь у них забирается и отдается язычникам. А сам избранный народ становится посмешищем на радость соседним племенам. Следующая группа стихов, 5-7, начинается с типичного для псалмов плача, вопля до коля. «Как долго! Гнев Господа не имеет границ, он не умолкает. Его ревность подобна огню. Но почему этот гнев направлен против Божьего народа, а не против царств, которые не призывают имя Господне?» Эта странность кажется, на первый взгляд, несправедливостью. Они в буквальном смысле съели Иакова. Стихи 6 и 7 почти без изменений повторяются у пророка Иеремии. Далее следует серия обращений к Господу. «Не помнить о минувших грехах и отомстить за пролитую кровь рабов Божиих». В 73-м псалме мы трижды слышим обращение к Богу в слове «вспомни», вспомни о злодеяниях врагов. В 78-м псалме, напротив, народ молит Бога «не помяни нам», то есть «не вспомни наших грехов, грехов наших предков». После просьбы о предках следует просьба «прости нам наши грехи». Это 8-й и 9-й стихи. «Не исключено, что псалмопевец и его окружение не чувствуют за собой личных грехов, но они вынуждены испытывать на себе гнев Божий за своих предков». В книге «Плач Иеремии» беззаконие прошлых поколений являются нашими грехами. Цитирую. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Горе нам, что мы согрешили. Наследие прошлых поколений и грехи настоящего рода и привели к трагедии». «Бог милосерд и потому прощает, сострадает, отвечает на просьбы нуждающихся и находящихся в беде. Бог наш Спаситель, который ради славы своего доброго имени просто обязан помочь, избавить и простить своих людей. Призыв к мести, 10-й стих, является ответом на насмешливый тон язычников. Где Бог их? Эта насмешка ставит под сомнение способность Бога Израиля как-то воспрепятствовать завоевателям. Подобные насмешки всегда опасны для веры, поскольку отражают сомнения, которые терзают души страдающих людей, взывающих ко Господу со словами, как долго. Если бы ответом на поставленный вопрос оказалось слово «навсегда» – обратите внимание на 5-й стих – тогда у некоторых из членов общины ушла бы почва из-под ног. Человеку, переживающему траур, сложно привить уверенность в то, что Бог присутствует даже в кромешной тьме. Псалмопевец надеется, что наступит время, когда поработители будут публично призваны к ответу за все совершенные ими кровавые зверства. На карту поставлена вера в то, что Бог не является пассивным созерцателем жестокости врагов. Он обязан вмешаться, чтобы избавить узников от угнетения, а обреченных на смерть – от плачи. Он призывает Бога действовать решительно и бескомпромиссно, мстить врагам сполна семикратно. У нас есть в русском тексте «обреченные на смерть». «Сохрани обреченных на смерть». Вероятнее всего, греческий перевод говорит о том, что вот эти «ю-и-тон-тха-на-тон» или в современном прочтении это было бы «и-и-тон-тха-на-тон» восходит к древнееврейскому словосочетанию «бней-мот». Словосочетание связано с понятием «сыновья» – «бней» в статус конструктусе может говорить в целом о тех, кто подверглись смерти, тех, кто стали ей причастны, то есть те, которые претерпевают смерть на себе. Смерть на них имела эффект, по-другому – умершая. Русский перевод «сглаженный», обреченный на смерть. Я сейчас не готов сказать, что стоит, какое еще слово может стоить в древнееврейском тексте, но подозреваю, что идея одна и та же. Для них смерть неизбежна. Будет ли она сегодня, будет ли она завтра, или она состоялась вчера, перед лицом смерть. И автор Псалма просит Бога, чтобы этих людей он избавил от рук смерти, от той пасти смерти, которая готова пожрать сегодня и завтра. Итак, сыны умершленных – это не дети смерти, не скелеты, которые поднимаются из гробов, не восставшие из ада. это не дети родившихся на том свете умершленных людей, это не какие-то клоны смерти, ее дубликаты и так далее. Так, сыны смерти – это люди, которые или сейчас, или в будущем будут убиты. Как и другие подобные псалмы, данный псалом завершается словами сугубого благодарения и похвалы, которые будут возноситься вечно, в рот и рот. Если оглянуться на начало Псалма, его концовка покажется несколько неожиданной. Несмотря на всенародную катастрофу, псалмопевец по-прежнему верит, что народ Божий – это овцы твоей пажати. А значит, Господь будет заботиться о них, как добрый пастырь. Характеристики пастырства Господа прописаны у пророка Исаии. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить достойных. 78-й псалмон создан не людьми, которые в свободное от работы время размышляли о законе Господнем. Он создан людьми, которые пережили национальную катастрофу и своими глазами увидели, как многое из того, что они лелеяли, было безжалостно уничтожено. Масштабные войны и локальные вооруженные конфликты поднимают проблему человеческой жестокости. В ответ на жестокость одних рождается желание мести у других, которое в том числе присутствует в псалмах. Конечно, те, кто проводит жизнь в безопасных условиях, могут критиковать призывы псалмопевцев отомстить. Однако следует заметить, что авторы псалмов не предлагают собирать международные трибуналы по военным преступлениям, а обращаются с молитвой к Богу, к божественному суде. Нам неясно, освобождение какого рода ожидал автор 78-го псалма. Был ли он способен жить по модели апостола Павла, благодушиствуя в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Надежда, за которую держался псалмопевец, по всей видимости, коренилась в убежденности, что человеческая жестокость не может превозмочь силу Божия сострадания к угнетенным. Итак, хотя существует проблема жестокости, существует проблема мести в данном псалме, но мы видим, что авторы псалма, они могут в себе этот праведный гнев преодолеть. Они направляют просьбу к Богу, а уже Бог выбирает инструменты для соответствующего возмездия. Мне хотелось бы сделать один постскриптум. Есть несколько проблемных вопросов, которые я встречал в интерпретации данного псалма, особенно в современной его интерпретации, соглядка на то, как мы сейчас живем. Нам же важно прочитывать эти древние источники в контексте того, о чем молиться нам нужно сейчас, как мы их можем сейчас в своей жизни, в реальной жизни применять. Так вот, такое постскриптум. В еврейской литургической традиции этот псалом нашел свое место на девятый день месяца Ава, в которой отмечается разрушение храма не только первого, но и второго храма, который разрушили римляне в 70-м году. Этот псалом считается вечером, накануне честного ему дня, у стены плача, у тех немногих камней, которые остались от Ирода Великого. И, конечно, в данном контексте очень как-то легко или очень внутренне хочется приравнять окровавленные руки насмешки соседей псалма к тем, у кого другая вера. Например, представить себе, что желающий отомстить язычникам евреи — это те же самые евреи, которые молятся у стены плача с желанием, чтобы мусульмане были изгнаны из мечети Алякса. А их вера там тоже. И они по-своему желают, чтобы Божия месть восторжествовала, но в другую сторону по отношению к тем, которые стоят внизу и притесняют арабов в Хевроне. Так или иначе, вполне возможно, что и сейчас этот крик к Богу о мести слышен с двух сторон вопль к одному и тому же Богу. И проблема в том, что мы можем быть избирательными и изобретателями в определении наших врагов как врагов Божиих. мы часто предполагаем, что те, кого мы называем теми, кто не знает Бога, не знающими Бога, будут страдать от возмездия Ягвы, от Бога, Троицы, или даже от Иисуса Христа. И это действительно происходит и в контексте ветхой и новозаветной истории. И поэтому в интерпретации того, кому должен воздать Господь, мы и сейчас можем встретить самые разные толкования. Так, Джон Кальвин хотел, чтобы Бог совершил сокрушительный удар по римскому папе, которого он называл человеком греха, не имеющего правильного представления знаний о Боге, как религии, поклоняющейся истуканам, равно иконам в храме. Сейчас в диалоге между протестантами и православными мы можем встретить такие противоречивые стрелы друг в друга. Одних мы называем теми, которые родились в 16 веке и которые не принимают апостольское иерархическое преемство в церкви, а другие первых называют тоже не знающими Бога в силу того, что поклоняются святым иконам. На чьей же стороне правда? Чья же молитва будет услышана? Кто те, кто на самом деле не знают Бога? И, соответственно, о какой месте врагам мы можем вести речь в интерпретации данного псалма? Это вопрос. Вопрос, который я оставлю сейчас без ответа. Но это вопрос очень серьезный, когда мы пытаемся сами для себя ответить на вопрос, кто является нашим врагом. Святые отцы чаще всего, уходя от политических дискуссий, переходили в плоскость духовной дискуссии и говорили о том, что единственными врагами, кого мы в целом могли бы назвать врагами, являются духи злобы поднебесной. Только их в какой-то мере мы способны называть врагами. Но даже они могут служить инструментами для восстановления правосудия на земле в руках Божьих. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова